Кто из нас не задумывался о будущем? Какое оно? Каким будет облик нашего города через какие-то несколько десятков лет? Но это все вопросы, ответы на которые мы получим только дождавшись этого самого будущего. Сейчас нам остается только фантазировать или вспоминать, каким видели время, в котором живем мы сейчас, в далеком 1960 году. Ребята услышали голос диктора, а вот и плотина через Берингов пролив. По ней, видите, мчатся атомные поезда. Плотина перегородила путь холодному течению из Ледовитого океана, и климат Дальнего Востока улучшился. Затем исчезла и Земля. В мировом пространстве почти со скоростью света неслись фотонные ракеты и межзвездные корабли, направляясь к самой близкой и такой далекой планетной системе Альфа Центавра. Когда киносеанс окончился, учитель географии Николай Борисович надпомнил, что завтра класс отправляется на экскурсию в подземный город Углеград, расположенный в Заполярье. На следующее утро Игорь проснулся от легкого щелчка по носу. Так будили его настенные часы в шутку, придуманные его отцом, одним из диспетчеров Центрального института управления погодой. Мамы на кухне не было, но она оставила записку задания умной кулинарной машине. «Мой любимый завтрак!» – обрадовался мальчик. Игорь осторожно пустил агрегат и бросил в прорезь записку. Выполняя задания, невидимые лучи ощупывали очертания букв на записке. Ковши-автоматы отмеряли, что нужно. Специальные ножи быстро резали овощи. Так представляли будущее авторы этого диафильма. Где-то не угадали, где-то не совсем. Нам же сейчас предстоит уникальная возможность прикоснуться поближе к истории нашего города. Всеми известная трибуна в центре Террасполя вот уже 50 лет хранит в себе послание трудящихся, адресованное потомкам. Мы встретились с Ольгой Дмитриевной. Именно она 50 лет назад зачитала то самое послание. Секретов раскрывать не будем. Дождемся завтрашнего дня. Но вот узнать, каким она видела сегодняшний город 50 лет назад, попробуем. Ну, в общем-то, конечно же, зеленым. Потому что он и 50 лет назад был зеленым. Конечно же, современный в нашем понимании тогда, потому что мы очень были увлечены писателями-фантастами, читали много. И для нас казалось 50 лет. Это как вот писатели описывают фантастические какие-то города с чуть ли не слетающими тарелками. Конечно, это тоже все представлялось. Но и скажу честно, конечно же, мы думали, что мы будем жить при коммунизме. Воспоминания о прошлом все еще хранятся в памяти людей и в этой самой капсуле. Как происходил тот день именно с самой закладки этой капсулы? Дело в том, что это был митинг, огромный митинг на площади, посвященный 50-летию Октябрьской революции. То есть по традиции в этот день колонны представителей трудовых коллективов, учащихся молодежи, студентов, всех собрались на этой площади. Это был большой праздник. И текст послания доверено было прочитать мне, как молодому в то время поколению. И также было завещано его вскрыть и зачитать уже через 50 лет. Меня все время спрашивают, что же там написано, потому что текст послания нигде не печатался в средствах массовой информации для того, чтобы сохранить интригу и тайну. И поэтому я тоже не говорила, потому что я дала честное пионерское слово. Стать частью истории, услышать из первых уст послания предков и принять участие в закладке новой капсулы времени. Все это уже завтра, 4 ноября, на главной площади республики. Не пропустите!